Милость Я хочу быть выше, там, где дух твой дышит, где присутствие твое. Твой дух во мне течет, любовь свою несет, перед твоим троном я склонен. Мы к тебе позовем, путь святой мы тебя дождем. Други к небу вознесем, путь святой мы всем сердцем ждем. Мы к тебе позовем, путь святой мы тебя дождем. Други к небу вознесем, путь святой мы всем сердцем ждем. Ты боль всю исцелил, во благо обратил, Ты подвиг на кресте совершил. Все слезы сосчитал, мой страх навек забрал, Сын Божий ради нас от церства. Ты взял мою вину, тобою лишь живу, Грех мира Ты распял на кресте. Святая кровь Твоя очистила меня, Ты искупил и оправдал меня. Святая кровь Твоя очистила меня, Други к небу вознесем, путь святой мы всем сердцем ждем. Святая кровь Твоя очистила меня, Други к небу вознесем, путь святой мы всем сердцем ждем. Алли, Аллилуйя, Алли, Аллилуйя. Бог, 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 Царь, Царей, Миру свет, Иисус Мессия. Бог, 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 Царь, Царей, Миру свет, Иисус Мессия. Святая кровь Твоя очистила меня, Други к небу вознесем, путь святой мы всем сердцем ждем. Слава Господу нашему, воздайте еще больше хвалу, он достоин, он достоин всей хвалы и славы. Спасибо, дорогие сестры и братья, я рада приветствовать сегодня всех в этом зале в Доме Господнем. Давайте поприветствуем друг друга, повернитесь справа и слева и скажите, Господь Спаситель наш. Также давайте поприветствуем сегодня новых людей, которые в первый раз или были у нас на служении, наших гостей. Давайте поаплодируем их, мы приветствуем в нашем храме. Дорогие мои братья и сестры, я хочу сказать вам такое откровение, мы очень счастливые люди, мы самые счастливые, потому что что? Христос народился! Славим его! Христос народился! Славим его! И Христос народился! Славим его! А почему мы очень счастливы? Потому что мы знаем Иисуса Христа не как по легендам, по рассказам чужим, по ритуалам, мы знаем Иисуса Христа как живого Бога, сошедшего к нам на землю, во славу свою, чтобы мы имели спасение. И Господь Бог наш очень любит, чтобы мы славили и прославляли его великое имя, потому что он один достоин всей хвалы и славы. Потому что нет подобного и ум, потому что он зашел из славы небес сюда, на эту грешную землю, дабы вести нас, дабы показать нам выход из ситуации, из грехов наших, показать, как выйти. Он понес все грехи и немощи на кресте, он искупил нас кровью своей святою, и он достоин славы. И хочу прочитать из Псалма 95, с 1 по 3 стих. Воспойте Господу песню новую, воспойте Господу вся земля, пойте Господу, благословляйте имя его, благовенствуйте со дня на день спасения его, возвещайте в народах славу его, во всех племенах чудеса его. Воспойте Господу, возвещайте имя великое его, чтобы все, все знали, все племена и народы, что Господь наш великий, живой и вечный, один и нет подобного ему. Хвалу воспойте Богу у вышних, тому, кто словом все создал, тому, кому никто не лишний, тому, кто нам спасение дал. Он дал нам спасение, он нас собрал всех, он дал нам руку свою помощи, чтобы мы вышли из грехов своих, очистились и омылись, имели спасение, жизнь вечную. Так давайте же призовем Господа Бога нашего сюда, в храм Божий, чтобы он послужил нам, чтобы открыл наши сердца. Господи Божий, Святой и Семогучий, Отец Небесный, мы славим и прославляем великое имя Твое, Ты достоин всей хвалы и славы, Ты Бог и Царь, Творец неба и земли, Ты создал все, все по Твоему руководству, все по ведению Твоему, Господь. Спасибо Тебе за Сына Твоего, Иисуса Христа, Который пришел на эту землю, Который кровью своей искупил всех нас, дал нам освобождение от греха. Спасибо Тебе, Иисус, спасибо за Духа Святого, Который пришел на эту землю, дабы вести нас по ней, пока мы будем здесь служить Тебе, Господь, чтобы прийти в Царство Небесное. Дух Святой, прибудь сегодня, послужи нам, открой наши сердца, открой наши мысли, коснись каждого сердца, обнови нас, зажги нас, Господи, дай нам обновиться в Духе, дай нам познать истину и Слово Твое, Боже, мы открыты для Тебя, Дух Святой, приди, приди, Господи, благослови нас, и мы славим и прославляем великое имя Твое, великий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Давайте ми прославимо нашого Господа, великого святого Бога. Церква, ви знаете, зараз ми живемо в останній час, і скоро прийде за нами Спаситель Иисус Христос. Давайте будемо прославляти Його. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисус Христос 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 Иисус же скоро прийдет На свинляде на белом уголи И золотые дни Трищит на голове 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 И Бог пришел, что Божий Син грядет. Прославим нашего великого Бога. Он грядет. Он грядет. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Поверніться один до одного и скажите, Иисус грядет за нами. Иисус грядет за нами. Будем далее прославляться нашего Господа. Хвалите Его, Бо Він достойный всей славы. Він Господь. Він Бог Боги. Він царь царя. Только Він достойный, чтобы Его славили. Только Він достойный великой славы, Хвали и честь. Хвала тебе, наш Господь. Хвала тебе, Бог святой. Хвала за Иисуса, Сына Твоего. Хвала тебе, наш Господь. Хвала тебе, Бог святой. Хвала за Иисуса, Сына Твоего. Хвала тебе, слава скажет, я силен. Бедность скажет, я бога. Благодаря тому, что Бог нам дал. Хвала тебе, слава скажет, я силен. Хвала тебе, слава скажет, я бога. Благодаря тому, что Бог нам дал. Хвала тебе, слава скажет, я силен. Хвала тебе, наш Господь. Хвала тебе, Бог святой. Хвала тебе, слава скажет, я силен. Хвала тебе, слава скажет, я бога. Народ Божий, давайте будем прославлять нашего Бога, со всех сил, сколько у нас есть, будем славить Его, нашего Бога, нашего Спасителя, потому что только Он один, достоин всей чести и всей хвалы. Мы очень рады приветствовать каждого из вас на этом месте, что несмотря ни на какие обстоятельства, погодные условия, мы имеем возможность, здоровье и силы прийти в этот теплый, комфортный зал и прославлять нашего Бога. Поэтому давайте мы сейчас повернемся к нашему соседу слева, справа, сзади, спереду и скажем, я очень рад тебя видеть. И мы можем присаживаться на свои места. Сейчас, пожалуйста, внимание для тех участников, которые сегодня едут на служение в поместную церковь Гайворон. Сегодня после служения в 12.45 уже нас будут ждать два автобуса возле Дома культуры. В час 00, в 13.00 мы уже отъезжаем. Просьба, пожалуйста, не опаздывать. Также сегодня клуба City Zone и Real Life не будет, по той причине, что много молодежи и подростков едут служить на служение в Гайворон. В понедельник наставничество номер 1 на 19.00 в офисе нашей церкви. Это интересные уроки, с помощью которых мы можем научиться, как правильно молиться, узнавать такие самые маленькие шажки, с помощью которых мы можем больше познавать Бога. А также согреваться горячим чаем и печеньем. В среда пройдет лидерские домашние группы. В четверг, 19 января, мы все готовимся к водному крещению. В Центральной Церкви Спасения в городе Вишневом на 19.00 пройдет праздничное служение. Те, кто хочет и имеет возможность разделить эту радость теми людьми, которые покаялись, которые заключили завет с Богом, могут приехать на служение. А те, кто остаются, проводят домашние группы у себя по домам. Можно сделать праздничные домашние группы и порадоваться за тех, кто уже заключил завет с Богом. В субботу на 12.00 на участке в центре города по адресу улицы Шевченко 6В проходит детский клуб для деток возрастом от 6 до 12 лет. В воскресенье, очень важное объявление на 12, наше служение пройдет на 12.00, не на 11, а на 12.00 наше служение пройдет в воскресенье в этом же зале, на 12.00. Также, внимание родителей, дети, которые ходят на детский клуб. Также на участке на 5 часов пройдет родительское собрание. Также сейчас для короткого свидетельства приглашаю Машу Соган. Давайте ее пригласим. Поприветствуем. Вітаю вас, дорогая церква. И хочу засвяткувать славу велику Богу за то, что он сделал. Ця неделя в меня была очень важной. Важную, чему? Дуже давно у меня проблемы со здоровьем, с ногами. Я лікуюсь, принимаю какие-то препараты, делаю какие-то процедуры. Але ця неделя была для меня просто, вы понимаете, я не могу даже рассказать и объяснить, что это было. Одна половина моего тела моя робила все, что нужно, а другая, она просто меня не слушалась. И если много, кто знает, что я живу одна, у квартиры одна. И в этот день именно никого дома у меня не было. И у меня началися такие приступы, которые не было секунды, чтобы не было страшной боли. И если какой-то секунду был перерыв, то это просто было какое-то чудо. Я ходила, я лежала, я стояла, потім я почала плакать, потім я почала в голос стонать. Я просто не знала, я была в безвиходе, я не знала, чи мені вызывать скорую, чи мені просто... А потім, вы знаете, пришло таке, мабуть, я не знаю, азарение. Бог, чого ты стонешь, ходишь, чого ты плачешь, у тебя есть Бог. Обратись до Него. Ведь Він твій спаситель, ведь Він твій целитель. Він сказав, что ранами Его ты будешь сциленим. Звернись до Бога. И вы знаете, первое, что я сделала, я сказала, Боже, прости меня. Боже, прости меня, что я забыла про Тебе в эту хвилину, когда мне больно сильно. Я забыла про Тебе, ведь Ти головной моей жизни должен быть. И я почала молиться, но я сказала Богу, Боже, если это мой последний день, если ты меня готовишь до вечности, приготуй меня, очисти меня, освяти меня. Забери все мои, которые я знаю, не знаю грехи, чтобы не было никакого пятнишка. Нехай будет чистый листок перед Тобой. Это моё жизнь. Я не хочу идти туда, где ад. Ад, который я слышала сегодня. Это один день был и пів ночи. Я была в таком аду. Если люди, которые не знают, что есть ад, они очень ошибаются. Это было день и пів дня, и пів ночи. А то будет вечность. Поэтому я хочу сказать, что моя молитва была почута. Я просто сказала, Боже, я иду спать. Естественно, я не спала, потому что это просто невозможно было лягти и заснуть. И когда я лягла на постель, я перестала чувствовать свои ноги. Они у меня стали деревянными. Я вкрылась двумя одеялами, закуталась. Это было 8 часов вечера. И попыталась забуться, потому что боль не давала мне спать. И я отключилась, я не знаю. Я проснулася, десь годин было 12, я включила світло и снова заснула. И проснулася десь вранці годину 5. Я встала, села на кровати, и я почула, что у меня не было никакой боли. Что у меня такая легкость, что мне хотелось вскочить и спеть, танцевать. Вы знаете, это было какое-то, я не могу этого передать, этой радости. Я ходила по квартире и славила Господа. Я сказала, Боже, який ты чудный. Это только твоя работа, потому что я не приняла ни одной таблетки. Я не выпала ни одной. Я не сделала ничего для того, чтобы получить облегчение. Это дав мне Бог. Это дав мне Вин. Боже, ему велика слава. Боже, ему велика хвала. Боже, это не передать, это чувство, которое я ощутила, когда Бог прикоснулся до меня. Он меня согрёв теплом. Он меня обняв. Он меня тримал за руку. Я это чувствовала. Когда я встала, я это чувствовала. И я вам хочу сказать, вы знаете, прошлою неделю, когда Юрий Михайлович призвал на покаяние, не только люди, которые только пришли, а те люди, которые уже ходят очень много лет. И вы знаете, у меня так было, выйди на покаяние. А я стою и думаю. Да вроде бы нормально все. Наче не согрешила никаким грехом таким, чтобы выходить на покаяние. И вы знаете, оцей ситуацией Бог мне показал, что не нужно принадлежать с этим. Если ты ходишь 10 лет, если ты ходишь 20 лет, 5, 1 месяц, если идёт призыв на покаяние, и ты чувствуешь, что голос тебя звет, никогда не отвергай этого. Вибежи. Потому что каяться на месте, где мы сидим, это одно. А выйти сюда покаяться, это совсем другое. Тут приходит очищение, оттуда очищение приходит. Не там, не десь там, не в коридору, ты чуешь, помолилася стандартною молитвой и пошла. А тут, тут ты проходишь чистильще перед Господом. И я хочу сказать, Боже, спасибо Тобе, что Ты так любишь нас, что Ты так нас бережешь, что Ты так охраняешь, что Ты все даешь необходимое, Боже, только Тобе слава, только Тобе честь. Я отдаю Тобе хвалу, Боже, спасибо Тобе. Амінь. Слава нашему Господу. Давайте мы встанемо зараз на наші ноги, мы будем поклонятися нашему Богу. Давайте зараз ми відкриемо перед Ним своє серце. Давайте ми зараз відкриемо перед Ним всі свої переживання, всі свої турботу. Ми можемо закрити очі, піднімати руки і просто поклонятися нашему Богу. Ми можемо сказати все, що у нас є в душі, все, що є на серці, відкрийте перед Ним і поклонятися нашему. Звучить. 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 Господь завоу. Звучить. Господь завоу. Звучить. Господь завоу. Ты нас забираешь, как птицы птеньцом, Ты нас защищаешь от наших врагов Твое царство пребывает во веки веков Свят, свят Господь Саваул Ты нас собираешь, как птица птенцов Ты нас защищаешь от наших врагов Твое царство пребывает во веки веков Свят, свят Господь Саваул а а а а а Господь, Бог, Господь, Бог, Святий, Тобі нема нічіні переміни, тобі нема нічіні гріха, і сьогодні Ти святими очима своїми обозриваєш всю землю і всю Вселенну. Я знаю, що Ти проникаєш, Господи, до думок, Господи, і состояния кожного із нас на цьому місці. Ти знаєш про нас абсолютно все. Від Тебе не скрита ні одна думка, від Тебе не скрито ні одне слово, яке ми говорили п'ять хвилин назад, чи місяць, чи рік назад. Ти знаєш про нас абсолютно все. Я прошу Тебе, Господь, щоб сьогодні Ти подивився на свою наречену через Сина Ісуса Христа. Бо ми не чисті, Господи, в своїх поступках. Бо ми неправильні в своїх ділах, Господь. Бо, можливо, ми Тебе багато разів огорчали, Господь. Але Ти достойні хвали, Ти достойні слави, бо Ти святій Бог. І я прошу Тебе, Господь, щоб Ти поглянув з небе сьогодні на нас в присутності святих ангелів, яких мільйони, мільйони в славі своїй окружають престол Твій. І славля Тебе! І вирічаю Тебе прекрасні пісня. Подивися робів Твоїх через Ісуса, через Твою землю, і прийми сьогодні в нашій святанній святому. Святі! 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 Хвилій! Господь Само. Святі! 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 Фряті! Господь Само. Ти нас зобираєш, як птиця в т всьому. Ты нас защищаешь от наших врагов, Твою царь все пребывает во веки веков. Свят, свят Господь Самоон, Ты нас обнимаешь, как дико-тенцов. Ты нас защищаешь от наших врагов, Твою царь все пребывает во веки веков. Свят, свят Господь Самоон, Сверху Бог. Я прошу Тебе, чтобы сегодня Ты поступил по Своей милости, Господь, поступил по Своей милости с нами, Господь, Бо ми не достойні сьогодні бути перед лицем Твоим, відчувати Твою присутність, але Ти, Бог, милуючий, люблячий, прощающий і заботящийся за своїх дітей, крові Сина Ісуса Христа через Його жертву. Хай сьогодні милість Твоя буде над кожним із нас. Можливо, хтось із нас був у Свої щодний настільки, що ми не можем навіть співати, що ми не можем відчувати Тебе, що ми не можем бути відкритими, що ми не можем зосередоточитися на Твої святості і прости нас, Боже. І хай сьогодні панує, Господи, Боже, Твоя святість на цьому місці святим Духом через жертву Христа. Розрусь всякі твердині, Господи, які лежать на серцях, на розумі нашому, на думках наших, на душах наших. Розрусь мої ім'я Ісуса Христа. І, Господи, проложи свободний вхід для царства, зваготу наших сердець своїм Ісуса. Хай сьогодні Твоє царство проявиться на цьому місці. Хай Твоє царство панує, Бог. Хай Твоє царство продовжується. Хай Твоє царство охватить нас, засловить. Бо достойний тільки Ти, Бог. Але Ти удостоїв нас через Свого Сина Ісуса. Прости нас за наші освящення. Прости нас, Господь, за наші думки. Прости, Господи Боже, що ми часто отвлікаємося і мало думаємо про Тебе, мало поклоняємося Тобі, мало славимо Тебе, мало влікаємося Ти святий, Божий, славний, могутній, великий. Я преклоняюся перед Твоєю святим, великим, сильним, могутнім. Алілуя Тебі, Бог, захвати сьогодні кожного увагу святим Духом, для того, щоб Ти міг зробити те, що Ти хочеш на цьому місці. Ми в Твоєму домі і через Сина Ісуса ми приближаємося до Тебе. Але також, коли ми приближаємося до Тебе, видно нашу нечистоту Господь. Змей кров'ю Ісуса Христа, все ще не так нас. І по мілості Твої приближся до нас і допоможи нам приблизити до Тебе. Воїй ім'я Ісуса, воїй ім'я Ісуса Христа, наш великий Бог. Хто хворий на цьому місці, але Ви сьогодні по мілості В'їм'я Ісуса Христа розкаюється перед Тобою. Очистить, прости і сцеливо Ім'я Ісуса Христа. Хто, можливо, в проблемах і немає виходу в повному тупіку, то я прощу Тебе сьогодні, покажи, що Ти знаєш за цю заботу, що Ти знаєш за цю проблему і сильний рішити. І, Господи, сам, Господи Боже, відкрий і дай своє світло Ісусу Христі, що Ти защити і допоможеш моє ім'я Ісусу Христа. Я прошу Тебе, щоб Ти надалі, Духом, щоб Ти продовжував свою роботу в нас. Господи, продовжуй тримати наші серця, відкриті ми. І хай ім'я Твоє славиться, бо тільки Ти славний, великий, могутій Бог. Ми припиняємося перед Тобою. І ми славимо славне велике ім'я Твоє. І ще раз ми хочемо сказати, Господь, Ти святий, Ти святий, Ти святий, Господь Бог, Вседержитель. І Тобі навіки хайлине слава нашому великому Богу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Давайте віддамо славу Господу нашому. Алілюлі. Три присутній вертисестрі може сідати на своїм місцям і продовжуємо наше служіння. Я скажу деякі об'яви, деякі повторюю. Перша об'ява, брати і сестри, і всі присутні, хто є на цьому місці, я хочу нагадати, вже сьогодні було об'явлено, що із слідуючого служіння, ну, як мінімум цю зиму, можливо, наше служіння переноситься на 12 годин. Я хотів би, щоб ти сказав своєму сусіду, служіння в неділю і надалі по неділях в 12 годин. Тому що це важлива інформація, я не хочу, щоб ви раніше приходили, але і не запізнюєтесь. Служіння на 12 годин. Слідуючу неділю і далі по неділям, я думаю, мінімум цю зиму, до весни, как мінімум, у нас буде на 12 годин. Запам'ятали, брати і сестри? Ну, можна приходити на 11. Можна приходити на 11 і помолитись тут. Я б попросив би вас, брати і сестри, не запізнюватись. Я вже був для кавця сьогодні, тому, можливо, прийдеться служіння відміняти, бо в 11 годин я дивився, що навіть і половини людей не було. Думаю, можливо, ми сьогодні відмінив служіння, але все-таки служіння состоялось, слава Богу. Тому я попросив би, щоб ми старались не запізнюватись, тому що саме початку служіння в нас проходить дуже важливе. Ми входимо в присутність Божу. В Біблії написано, входимо в Божі двори. Як? Це славослов'є. І це дуже важливо. Ви знаєте, Бог наблюдає за нашими серцями, і Він розуміє, що для нас це дуже важливо, але і для Нього це теж важливо, коли ми стараємось просто Його прославити. Але якщо ми думаємо, що ця частина не дуже важлива, і запізнюємося, звичайно, я думаю, що ми огорчаємо Господа. Ми огорчаємо Господа. Тому прийдіть раніше. Не пийте кофе до 11 чи до 10-12, а просто прийдіть раніше. За 5-10 хвилин прийдіть раніше, щоб ми могли просто в 12.00 почати це служіння, починаючи славити Бога. І кожен із нас може, вміє, і це угодно Господу, коли ми славимо Господа. Також об'ява, ще раз повторяю, слідуючу об'яву, що у 19.00 у четвер у нас свято водохреща. Це теж велике свято християн, всіх абсолютно. Скажіть, будь ласка, а що в цей день відбулося? Іоанн хрестився, так? А Ісус? Ісус хрестився, так. Хрестився Ісус Христос. А хто його хрестив? Іоанн. Ось ми будемо святкувати це свято. І в нас ми кожен рік традиційно так робимо на святе водохреща хрещення. Тому в нас, я думаю, будуть люди, які теж будуть приймати хрещення. І хто хоче поїхати, ви можете поїхати на служіння в Центральну церкву в місті Вішневому. У нас там буде в 7 годин вечора служіння. І буде дуже багато людей приймати водохрещення. І буде коротке служіння після цього. Тому я от думаю, чи нам потрібен автобус, чи ні. Я б хотів, можливо, ви підняли рук. Якщо потрібен автобус для нас, хто хоче поїхати, знаєте, зручніше, звичайно, чим просто електричками, маршрутками. У нас практично майже те саме, получаючи, заказувати автобус з пересадками і довгим чеканням маршруток. То без хлопот автобус нас завозить, автобус нас привозить. Тому я б хотів, щоб ви могли підняти руки. Хто б хотів поїхати, і ви готові заплатити за автобус, якщо ми його наймемо, будь ласка, підніміть, будь ласка, руки. Ви ще підніміть руки. І хтось із братів, пощитайте, пощитайте, скажіть мені, потримайте руки, потримайте. Не більше 10 хвилин будете руки тримати. Не більше, так. 22 хвилин, я думаю, що ми, ну, як мінімум, ну, ви, можливо, ще, хорошо, дякую, можете опустити. Якщо хтось передумає, а ви хотіли все-таки поїхати, перезвоніть своїм лідерам, щоб вони передали пасторам районів, що ми, якщо ми наймемо автобус на 18 місць там, чи на 20 місць, щоб не получилося так, що прийде 40. А ми зможемо просто поїхати автобусом, і там відсвяткувати служіння. Побути і порадоватись разом з нашими братами і сестками. Там буде повністю і хрещення, і вітання цих людей. Один раз в рік у нас проходить це на свято водохреща. Якщо домашні якісь не їдуть, а ви залишаєтесь тут, то ми так само проводимо домашні групи, але було об'явлено святкові домашні групи. Далі, я так зрозумію, що батьківські збори об'являли. Хтось у нас є з дитячого служіння? Це ж будуть в слідущу неділю батьківські збори, правильно? 22-го, я от для зрозумілості, тому що я так до кінця не зрозумів, 22-го нас запросили з дружиною і також батьківські збори будуть. Ми б хотіли просто послужити батькам. Це буде в 17.00, правильно? В 17.00 на участку церковному, церковному зданні в нас будуть батьківські збори в слідущу неділю. Ось такі у нас об'яви. І ви вже чули, що сьогодні у нас буде поїздка у містечко Гайворон, де ми будемо служити. Там знімається Дом культури. Наші брати і сестри поїдуть. Якщо хтось дуже хоче ще поїхати, а вас не взяли з собою, а ви дуже бажаєте, підійдіть до брата Кості. Брата Кості. І він знає, чи є вільні місця, чи ні. І якщо є вільні місця, то ви зможете поїхати, але це через брата Кості. Ось така інформація. Я б хотів би, щоб ми встали зараз, і ми могли помолитися за цю поїздку. Я б хотів би, щоб цій молитві ми могли помолитися за дорогу. Будуть їхати два автобуси, щоб Бог зберіг, благословив, в дорозі, коли будуть їхати додай-назад наші брати і сестри. Також, давайте ми помолимо, щоб була велика присутність Святого Духа іменно там знімається великий зал. Трошки менше, по-моєму, чим у нас зал. Ну, він великий. Десь на 600 місць, по-моєму. 600 місць, да? Це теж достатньо великий зал. І коли ми були декілька років тому, цей зал був повний людей. Там покаялось дуже багато людей. Хтось пам'ятає, хто їздив. Тому ми помолимося. Тому що ми б хотіли, щоб у цьому містечку було пробудження. Ми б хотіли, щоб там церква почала зростати. Ми б хотіли, щоб церква пробудилася. І це просто одна звичайна з організація, в якій ми участвуємо. Але я б хотів, щоб дійсно Бог торкнувся багатьох людей, які не знають Христа, проговорив до них Святим Духом. І щоб там була величезна присутність Святого Духа. Ви хотіли б помолитись разом зі мною, брати і сестрі, за це? Давайте ми звершимо цю молитву. Господь Бог, ми молимося за цю поїздку, господи, нашого театру, наших служителів, які поїдуть, господи, після служіння у містечко Гайворон, для того, щоб показати різдвяну постанову. Ми б хотіли б не просто, щоб це було як театр, ми б хотіли б, щоб це не просто було як показ, господи, чогось красивого. Ми б хотіли б, щоб ти, Дух Святий, використав кожного, господи, хто поїде, для того, щоб просто проговорити до сердець людей, які знаходяться в темрямі, які не знають тебе, які знаходяться, господи, які не знають прощення, не знають очищення через жертву Ісуса. Ми просимо тебе, щоб ти відкрився для них, щоб ти, той, хто народився дві тисячі років на цій землі, щоб ти міг родити в свій серцях святим Духом, родити їх для нового життя, для спасіння, для неба, для вічності, во ім'я Ісуса Христа. А нас, рабів твої, хто поїде туди, використає своє орудіє, господи, і ми благословляємо ім'я Твоє, і віддамо Тобі славу нашому великому Богу, Отчу Сину і Святому Духу. Амінь. Можна сідати. Я запросую на це місце брата Віктора, який буде сьогодні нам служити словом. Давайте ми привітаємо його. Слава нашому Господу. Вітаю всіх, всю шановну церкву. Дякую за честь, що я можу дійсно послужити сьогодні словом Божим. Багато говорить об'яву не буду, але все ж таки, ще раз хочу нагадати, бо, я знаю, чим більше нагадуєш, тим краще запам'ятовуєш, що наступне служіння буде на 12 годин. Це єдине, що я хочу нагадати, все інше ви пам'ятаєте. Так. Ну, я і для себе, щоб і самому не забуть. Думаю, повторюсь, щоб і сам прийшов час. Але якщо придете в 11 годин, то ви встигнете допомогти дуже гарно. Хочу подякувати усім. Знаєте, що у нас відбулось в моєї сім'ї. Я хочу подякувати за допомогу, за ті проритування, які дійсно ви робили для нашої сім'ї, за цю підтримку. Я знаю, що молились дуже сильно за нас. Слава Господу. Ви знаєте, Бог благословив. Відчувається, що Бог дарує благодать свою. Відчувається, що люблять тебе люди. Пам'ятають, знають. Слава Богу. І вам дуже велика подяка від мене, від моєї родини, від моєї сім'ї. Я хочу, щоб ми ще раз прославили нашого Господа оплесками. Алліюя. Слава Господу. Господь, тобі вся слава, честь і хвала. Благослови Господь на свого ім'я Ісуса. І сьогодні хочу поділитися я такою проповіддю. Вона називається «Звук труби». Саме цікаве, що проповідь зовсім не про труби, але звук є. І що мене надихнуло? Я спілкувався з одним братом, говорив про майбутнє, про свої плани, що я хотів би, думаю і мрію, весь час саме більше моє мрія, так я по секрету скажу, що ми молимося, щоб Бог благословив за житло. От своє житло мать. І я поділився, кажу, от переїжджаємо, будем на квартирі, а він теж на квартирі живе. І що мене так вразило трошки, він говорить, так слухай, скільки тут, через год, може там через п'ять, прийде Ісус Христос. Ну, слава Господу. Я скажу, воно хай би і быстріше, я не проти. Але він каже, теж говорить, то що там думати про жилье і про все остальне. Він мене так ввів такий в легкий штопор, я так не зрозумів, думав, як мені реагувати на те, що він сказав. Йому я нічого не сказав, відверто я вам кажу. Але я розумію, що поки ми тут на цій землі, нам треба просто жить повноцінним життям. Можливо, ви чули і по інтернету там якісь події, що в Ізраїлі був чутно звук труби, тобто розвищається. Я для себе задався вопросом, думаю, ну, подій таких багато. Може, хтось пам'ятає, що в 2000 році мав бути кінець світа. Хтось пам'ятає, так? Хтось готовився? Так, ну, я вже був віруючий на той момент. То я не чекав, коли комета до нас там, не знаю, не то Галія, не то друга пролітала, вона так мимо землі, мимо Василькова, кстати, теж пролітала, я наблюдав це явлення. Хтось пам'ятає, так, і днем, і ночі було видно її. Дуже цікаве явище таке було. І от дійсно, вроді би, як приходять всякі знаміння, войни происходять, непосередственно коснулось навіть нас, нашу Україну. І це теж знаміння, воно все описано в Біблії. І я десь замислився, що дійсно, ну, труби вже давно звучать, вже давно Господь говорить, що я при дверях, я стою. І положив мені Бог на серце одну притчу, то, що написано в Біблії, Матвія, 25-та глава, спершу по 12-й вірш. Матвія, 25-та глава, спершу по 12-й вірш. «Тогда подобно буде царство небесное, десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но полностью раздался крик. «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные рассказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». И тринадцатый вирш. «Так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Такая цікавая притча. Действительно, Господь дав мне побуджение, я передивился и почитал, что это такое, что за девы. И Бог мне показал, что 10 дев, это церковь. Бог просто показал на свою церковь. А церкви бывают разные. Давайте я как минимум помню, всегда это у нас есть православная, католическая и протестантская. Вот такие три конфессии. Может, еще какие-то есть. Не буду утверждать. Не углубляю сильно в этот вопрос. И вот действительно, если посмотреть, что каждый, он имеет какую-то свою особенность. Церкви, даже эти, они между собой немного разделяются. И сказать, что у нас самая лучшая церковь, это яка? Спасение. Аминь. Аминь, да. Ну, я так себе просто порозмышлял. Я думаю, что иногда люди так и живут. Одни говорят, что самое лучшее спасение. Другие говорят, что самое правильное это православное. От слова правильное. Третий думает, что все-таки католики самые лучшие. И вот люди этим живут. И церкви разные. Но что я увидел, что все девы вошли с чем? У них были святильники. Вы знаете, что мы есть свет Христов тут? Мы светимы. Господь нас избрав, и мы несемо светло. И миссия у каждой церкви одна. И эта миссия показать кого? Показать, какая правильная церква спасения. Аминь. Слава Богу, тут верующие есть. Вы знаете, аминь. Миссия одна, показать Иисуса Христа. Кожна церква, она має показать не на то, что мы правильно служим Богу, а якое прославление у нас прекрасное. Слава Богу. А какие проповеди? И мы показываем, а який у нас пастырь? А Господь говорит, что миссия у каждой церкви это Иисус Христос. Аминь. Я напоминанием возбуждаю чистый смысл, чтобы мы помнили. У нас сейчас начинается Новый р год, и я знаю, что мы уже складываем свои планы, мы хотим, чтобы спасались люди через нас. Аминь. И нам нужно показать им, кто спасает. Чи церква, чи Иисус Христос особисто дарует спасение. Но мы раби Божи и мы служим. В каждой церкви Господь будет дойти. И все верят, будем говорить про церковь, все церкви верят, что Иисус Христос и Господь. Аминь. Но не все хотят себя обтяживать. И тут Бог показывает очень интересный момент в этой притче, что мудрые они взяли сосуды с маслом. Они взяли сосуды с маслом, они отягчили себя. Вот такое отягчение, бремя взяли на себя и пошли. Почему? Потому что они так наперед подумали, что надо поддерживать огонь. А не мудрые дети, которые тоже верят в Иисуса Христа, и как бы они знают, что Господь их спас, спасе, они покаяли все. Они решили себя ничем не отягчать. И они просто думают, ну, светильник я уже несу, и достаточно. Я христианин, и я не стесняюсь. Все знают на работе, что я христианин, там, знают дома все мои домашние, я христианин. И они думают, цего достаточно. То есть, хожу в церкву, ну, я не про спасение, вообще, хожу в церкву себе, да, каждую неделю, на домашних иногда бываю. Так, меня иногда дивует, я так вот узнав, что в некоторых церквах така тенденция, что можно хотя бы два раза в месяц просто ты попадаешь на домашнюю, все нормально. Ну, не отягчают себе, ничем. А если еще служение какого-то на тебя возложили, ну, ну, неужели, от пастырь же есть, а в нем семья помогает, он же мает служить. Но церковь это есть одно тело. Аминь. То есть, и не может быть в теле у нас что-то, не служащего. Весь организм он поддерживает. Аминь. Слава Богу. Брат Паша, слава Господу. Да. Я скажу, что дейсно, от Бог возлагает на всех труд. И поэтому очень важно, не бойся себя чуть-чуть отягчить, не бойся прийти вовремя на служение. Я скажу, это хорошо, для тебя полезно, для здоровья. Прийдись раньше, лучше может быть, если ты где-то живешь далеко, от вийди раньше и прийдись пешком, для здоровья полезно. Ты так ободришься, проснешься хорошо, и Бог благословит тебя. И ты сможешь проставлять Господа уже во всей силе. Полностью здоровье будет, ты такой бодренький будешь. И вирующий, на жаль, на жаль, иногда себя бояться отягчить. Ну, что такое, еще я скажу, ци тяжести? Это наше не только служение, это, скажем, будь примерным христианином, будь примерным семьянином, будь примерным работником на работе. Это тягости, но именно только этим ты можешь показывать на Иисуса, самое большее, скажем, своим примерным образом жизни. И что дальше происходит? Уже пришли они, и мы знаем, что деви, что они трошечки так, подустали, ну, жизнь такая, что иногда ты, действительно, ты двигаешься, и приходит усталость. И они задремали. И тут раздается, что? Крик. Жених пришел! Все проснулись? Аминь. И деви встрепенулись. И они встрепенулись, и они поняли, что что-то происходит. Я так допускаю, что, когда действительно прийдет Иисус Христос, это моя версия, в Библии не написано, что, может, помните, как камета, вот, опять-таки, примерно, вот, вот, она была видна. Может быть, каким-нибудь образом, Господь тоже, Он покажет для всех, Он покажет для всех, что я иду. Но вопрос, я так задаю, что все хватает времени к этому подготовиться. И оказывается, что сюда девы нерозумные, они, глядь, по карманам, а масла-то нету. Что делать? И они сразу до кого вернулись? До мудрых. Они говорят, слушай, ну, в тебе же есть. Так сразу разумно. Ну, в тебе же есть. Слушай, ну, так получилось, что я там не захватил, что я не подумал про это. Да. И вот тоже такой щепетильный момент. Мы христиане с вами, и мы задумываемся, действительно, ну, Господь говорит, что мы же должны любить, все должно быть хорошо и правильно. И что все ситуации делать? И я почему-то сразу вспомнил историю про Якова и Исава. И там про первородство сказается, что Исав, он за чечевичную похлебку продал свое первородство. Вы знаете, что Господь наделил вас особенным даром. Как в Библии написано, а ты будь верен в том, что тебе верено и чему ты научен. То есть ты служишь, ты в семье, в всем показываешь пример. И кто-то потом хочет до тебя подойти и в самый последний момент подмазаться, так сказать. Ну, давай, вроде бы я вместе с тобой был. Вроде бы я вместе с тобой и работал. Это не то, что тебе Господь дал. Вот скажем, ты просто будь верным там, где тебя Господь поставил. Ты будь верным в том служении, которое Господь на тебя возложил. Я больше того скажу. Я знаю, что Господь каждому из нас даёт откровение. И может быть, даже ты еще неполною мировой служишь в том служении, про которое ты думаешь, про которое ты мечтаешь. Но знаешь, что для Господа нема ничего не возможного. Господь будет тебя поднимать и вести. Бог будет давать тебе силу. Только будь верным своими мрее. И не надо никого подключать. Если Господь отдал тебе откровение, говорит, что я хочу, чтобы ты служил в этом служении. Именно ты. Все. Я на пашу пальцем показываю. Да. Вот в том служении, что Господь тебе открыл, он тебя только бачит. Ты самый успешный будешь. Будь верным Богу, и Бог поможет тебе. Прийдет твое время, он тебя поставит, и ты будешь, я скажу, не побоюсь такое слово, супер успешным служителям, если ты будешь верным Господу. Господь устроит. Приходят периоды подготовки, но потом Бог даст тебе силу, потом Бог явит свою силу через тебя, через твои служения. И ты будешь понимать, что вроде бы, кто я? Фактически, одно имя, и то не все знают. Но Господь делает через тебя работу, и люди бачать, я скажу, в первую очередь, даже не тебя, а славу Божу, славу, яку Господь являет. Тому, если Господь благословил тебя, просто будь верный этому. А для других, там був такий мудрий ответ, я говорю, что пиди и купи масло. Вот тоже для меня очень всегда это вопрос, меня, знаете, бентежил. Ну, что значит пиди и купить масло? Я не мог понять, ну, что за масло? Что это вообще такое масло? Я размышлял, и простые речи я увидел. Знову ж таки вернусь, служение, которое ты несешь, это масло. Твоя ответственность, которую ты не боишься брать на себя, это масло. Это то, что тебя поддерживает. Я особисто рекомендую всем людям брать на себя служение и брать ответственность. Чому? Стимулирует. Стимулирует. Вот я, как служитель, вот я служил Господу, и я понимал, что иногда моё служение, оно меня просто витягивало. Чему? Бо всередині буває іноді боротьба, и десь ты ослабиваешь, но ты понимаешь, что на мне есть ответственность. За семью на мне есть ответственность. Я понимал, який приклад я покажу дитям. Я понимал, что я их маю вести. И за кем они идут? Они учатся от отца, они учатся от меня. Люди, которые приходят в церковь, они на кого смотрятся? На Юрия Михайловича. На пастыря. Я скажу, на служителей смотрятся. Кого ты привів в церкву, они в первую очередь будут дивиться на тебя. Они не будут сразу дивиться на пастыря. Они спочатку наблюдают за тобой. Чого? Потому что они прилепились до тебя, как до мамки. Маленькая дитина, она до кого прилеплюется? Вона что, сразу раз там до бабушек, до дедушек и по рукам пішла, как родилась? До мамы. Вона от нея питается молоком. Если ты привив людину в церковь, возьми на себе эту ответственность и веди ее до кинца. Но тебе надо бодрствовать. Ты взирец. Ты для нее взирец. Она больше, кроме тебя, никого не видит. Маленькие дети, как народуются, они запах мамы відчувают, материнский запах и их тяне до неи. Тому очень важно, чтобы мы не боялись. Мы взирцем. И очень важно, чтобы ты для себя понимаешь, возьми на себе эту ответственность и Бог благословит. И этот елей, он будет помогать служить тебе. Ты будешь видеть отдачу. Ты служишь, ты видишь, как твоя дитина росте, как она развивается. Это радует сердце, это поддерживает, это вдохновляет. Послушание. Это тоже елей. Это не простой елей, потому что слушать тяжело, особенно если тебе уже 40, и тебе рассказывают, как надо жить. И ты начинаешь задумываться, скажем, уже один человек мне сказал, уже время самому учить, а тут тебе рассказывают. И снова же таки, возможно, надо троехать и послушать. Если ты хочешь получить Божье благословение, если ты хочешь, чтобы этот елей был на тебе, и передать его другим, то, что поддерживает огонь святильнику. Послушание, кротость. Написано, что гордым Бог противится, а смиренным даёт благодать. Ты хочешь иметь эту благодать? Ты хочешь, чтобы этот елей, он наполнял твоё сердце. Бог хочет тебя благословить. Вот такой елей. И еще много чего можно говорить, но я хочу, чтобы мы троехали дальше. У нас еще поездка. Сегодня нам еще надо будет этот елей благодать и понести в Гайвер, кто едет. Аминь. Чтобы передать, действительно, послужить, чтобы была явлена Божа слава. И еще один момент я хочу сказать. Приде Иисус, написано, ночью, ну жених, жених, мы понимаем, что это про Иисуса, он прийде ночью. Как бы ни было, но, это понимает, и для меня, и для всех, ну будет это неочековано. Это будет неочековано. На сегодняшний день мы уже привыкли, мы сколько катаклизмов перенесли. До войны, ну честно сказать, вроде бы война, и ты дивишься, иногда так сердце щемить, но уже не так щемить, как раньше, как сразу было, да? Сразу было больше боли, больше переживаний. Ну десь успокаивайся, десь уже ты дивишься на эти катаклизмы, ну ты привыкаешь, я скажу, вот сюда в нас тоже была пожежа, и потом после пожежи там был еще фестиваль цели, ну с хозяевами дома, вы понимаете, что же нужно было мне финансов, и воно мне на тот момент, воно так мне болело, но на сегодняшний день, уже знаете, начи воно как-то так уже, десь воно, десь там уже, уже воно не тут, уже воно навіть не в сердце, десь иногда еще так в розум, ну честно скажу, приходить, иногда еще приходить, але оттут уже цього нема, уже все, я уже цим не живу, я уже не переживаю, і воно уже чим далі, то наче, знаете, как сон, как сказка, мы привыкаем, мы, десь наше сердце, воно так остевает, и тому Иисус прийде для всех, их незаметно, как украинской мовы, непометно, дякую, дякую, что я щирю, украинцы, непометно прийде, мы не будем очікувать, мы не будем очікувать зовсім, навіть вирующие люди, но в последний момент, Господь побудит, и кто сможет ввести в Царство Божие, мы бачим, те, у кого будет масло, те, у кого будет елей, те, кто сможет поддержать в огонь в своих святильниках, Бог благословить, ну, я не буду брать, но тут бачим, что половина из тех, кто называет себя христианами, да, только половина ввошла, только половина, поэтому бодрствуйте, бодрствуйте, и я хочу закончить свое слово двумя такими питаниями, и первое такое питание, как я уже говорил, что, почему проповедь называется звук трубы, для кого звучать для кого они звучат, аминь, для верующих, мне подсказывают, они звучат для верующих, я задаю питание, чи от вся ваша родня спасена, что каждый может поднять руку, моя вся родня спасена, я не про семью, а вся родня, это бабушки, дедушки, дяди, тети, и пошло, поехало, вот скажем, что у меня есть там двоюродный брат в третьем поколении, да, мало этих рук, да, я практически не вижу, я скажу, потому что мы знаем, что есть люди, которые еще не познали Господа, или для них звучит эта труба, для меня, потому что я знаю, что ждет нас далее, я знаю, что когда прийдет Иисус, тут есть один момент, Иисус сказал тем, кто опоздал, и говорит, что не знаю вас, есть точка невозврата, все, ты дошел до неи, и после неи уже выйти, Царство Божие никто не сможет, пришел же них, забрал, и до свидания, говорит, до остальных не знаю, для нас звучит, нам треба за них стать пролом, сегодня мы едем на евангелизацию, наша церква служит, для нас звучит, чтобы донести цей огонь любви, тим людям, тим, кто еще не знает Иисуса Христа, или все твои друзья спасены, или все, я не знаю, працовники, с кем ты співпрацюешь, тих, кого ты видишь, с кем ты спілкуешься, очень много людей, а навіть иногда, такие мимолетние, случайные встречи, мы знаем, что очень много людей, еще не знают Господа, но Господь говорит, что эта труба звучит для тебя, помнишь, что я при дверях, а воля Божа, чтобы люди спаслись, каждый, кто поверил Иисуса Христа, неси эту веру, рассказывай про Иисуса, и еще одно питание, я хочу задать, чи есть у меня олива, чи есть у меня масло, для себя запишешь, и действительно скажем, чи я горю, чи я в служении, чи я хороший, правильный семьянин, чи я показываю дитям на Иисуса, чи я показываю жінки на Иисуса, навіть вирующие, ви знаете, что навіть нам, вирующим человекам, нужно показывать жінкам Иисуса, потому что Господь, нас поставил главу, мы в домах, в семьях, дитям показывать надо, чему, бо они, в будущем своих семей, они будут понимать, как правильно строить семью, как правильно строить сосудки, они будут формовать, чи на работе, ты есть в зереце, ты показываешь, что же на Иисуса, чи есть в тебе эта олива, и один ингредиент, самый важный, який я не сказал в оливе, это любовь, это самый важный ингредиент, я бы сказал, что, возможно, это даже основа, это основа всего, именно любовь, яка любовь, что любовь даёт, что такое олива, еще 2 хвилини, олива, это то, что смачивает, у нас все суставы, все у нас, оно смазывается, даже тут у нас, в колинах, есть смазка, вы знаете про это? Любой механизм, машина, есть водителя, есть, я знаю, что есть, смазка, в машине треба смазка, чтобы она ехала, если не будет смазки, вы далеко не поедете, смерть прийдет, для машины, для человека тоже, это застой, и снашиваются кости, ломаются, и она тогда не может ходить, и в чем я скажу, любовь – это то, что строит отношения, отношения строятся на любовь, если вы хотите мать правильные, правильные стосунки, они строятся на любовь, и я хочу сказать про любовь, тут написано, что надо было до кого-то вернуться, до продающих, они подправили, и я зрозумев, Бог дав мне открытая, такое очень важное открытая, что выявляете, я раньше думал, что любовь – это просто, скажем, ты приходишь до Иисуса, ты молишься только, и Он тебе дает, но Бог мне показал трое больше, да, Бог – любовь, я знаю, что любовь – есть в Иисуса, но я записал, я такую умную фразу запомнить не мог, Бог дав мне открытая, у любови есть своя цена, и если ты хочешь любить, тебе нужно эту цену заплатить, для Иисуса плата была Голгофский хрест, у любови есть своя цена, и если ты кого-то любишь, а в первую очередь, это не почутствие, в первую очередь, это решение, это твоё решение, я хочу любить, ну, добре любить тих, кто тебя любит, ты чувствуешь симпатию, тебе хорошо, но написано, любите врагов ваших, Бог чомусь сказав, что треба ворогов любить, благословляйте приклинающих, говори хорошие слова, бажай хорошего доброго тим, кто кляне тебя, чому? Тому, что я скажу, за любовь треба платить ціну, и ты принимаешь решение, Господи, я принимаю решение, Бог заплатил ціну, Батько заплатил ціну, Батько віддав своего сина, Иисус пройшов свой земный шлях до кінца, и пішов на хрест, он заплатил ціну, для того, чтобы по-справжньому любить, я думаю, что почуття в его сердце были разные, когда он ишел на Голловских крест, я думаю, что где-то он понимал, он видал людей, он знал, что Иуда его придаст, он знал, что люди не воскресли, он знал, что те, кто кричали, а сам на сыну Давидову, слава Вишні Богу, они кричали, потом будут говорить, распни его, возможно, большинство этих людей кричали, распни его, но он знал, и почему мы стемлемо цинными сейчас для нашего Иисуса Христа? Потому что цена заплачена. Спочатку ты платишь цину, а потом ты отримаешь. И сейчас Господь нас любит, потому что Он заплатил цину, потому что мы очень дороги циною hacemos ему. Батько нас любит, потому что очень дорогая цена за каждого из нас заплачена. Ты должна платить за свою любовь до людей цину, И тогда ты увидишь своих близких, родных, друзей, увидишь их спасенными, когда ты за тех людей, кто тебя, возможно, даже не считает, не сприймает всерьез, когда ты за них заплатишь цены, тогда будет чудо. Тогда Бог явит свою силу. И это будет в всех сферах твоего жизни. Бог будет дойти. Бог будет даровать благодать. Я запрошу, чтобы мы могли подняться на наши ноги. Первую молитву, которую я хочу завершить сейчас, я хочу, чтобы мы помолились. Действительно, возможно, ты чувствуешь, что бракует оливи в твоем жизни, что бракует масло, которое поддерживает огонь. Я тебе хочу сказать, дорогой брат, сестра, что принимай решение. В первую очередь, принимай решение идти за Господом. Приймай решение любить людей. Спочатку приймай решение. И тогда ты увидишь, как Господь будет давать тебе оливу. Приймай решение платить ціну. И тогда ты увидишь, как Бог даст обновление тебе. Приймай решение быть виновным в служении. Приймай решение быть виновным в семье. Приймай решение быть виновным на работе. Там, где тебя Бог ставит. Приймай решение быть виновным. И ты увидишь, как любовь творит чудеса. И тогда ты увидишь, как сам Господь приходит, и Он втручается, и Он делает перемену, и Он просто действует в твоем жизни. Ты увидишь великую славу Божию. Если действительно ты чувствуешь брак, что не хватает деть любовь, не хватает служения, отношений, принимай решение. Сейчас за это давайте мы помолимся, чтобы действительно Бог дарил эту благодать каждому, кто в этом нуждается, чтобы Бог дав обновление, чтобы Бог дав твердое решение быть верным до конца. Взереть для нас всех я Иисус. Вин был верный. Дорогий Господь!